Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про сепарацию. Как сепарироваться от родителей и не испортить с ними отношения? В психологии под сепарацией понимают процесс отделения ребенка от родителей. И если, например, с физической или финансовой сепарацией все более-менее понятно, то с психологической сепарацией все не так однозначно. Психологическая сепарация – это обретение независимости от мнения, одобрения или осуждения родителя. Это вовсе не означает, что вам необходимо прекратить общение с родителями или вовсе снизить значимость их мнения до нуля. Нет, это означает, что взрослому эмоционально зрелому человеку важно самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них. Как успешно сепарироваться от родителей? И в первую очередь начать с переезда. Исключительно человек, который может самостоятельно решать свои бытовые финансовые трудности, может считаться независимым. Но если продолжать обращаться за помощью к родителям каждый раз, когда у вас закончились деньги, вас отчисляют из университета или вы поссорились с партнером, то выстраивать диалог с родителями и надеяться на самостоятельность не стоит. Если вам не удалось вовремя сепарироваться от родителей и все-таки самостоятельно решать свои психологические финансовые трудности, никогда не поздно начать это делать. Важно идти шаг за шагом. Что делать, если родители контролируют уже взрослого ребенка? Необходимо выстраивать личные границы. Четко, ясно и понятно обозначать свою позицию каждый раз. Будьте готовы к тому, что вас могут не понять с первого, со второго и даже с десятого раза. Если родители продолжают все-таки вмешиваться в вашу личную жизнь, можно воспользоваться техникой «Я-сообщение». В этой технике есть три составляющие. Первая – это описание ситуации как факта. Например, мама, ты сейчас сказала вот это. Второй этап – это когда вы поделились своими чувствами. «Мне очень грустно было это слышать» или «Мне очень больно было слышать это от тебя». И третье – озвучьте просьбу. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты так больше не говорила» или «Мне бы хотелось, чтобы ты по-другому формулировала свои мысли». Пожалуйста, помните. Мы не знаем, с какого раза ваши родители услышат вас, но это не значит, что вы не можете это повторять. Еще одна важная тема, которую необходимо затронуть в рамках сепарации от родителей – это вера в то, что я могу осчастливить своих родителей. Очень многие из нас выросли на основе этого суждения. И порой нам так важно увидеть, как наша мама или папа улыбаются. Но на самом деле здесь не все так однозначно. Безусловно, нам приятно видеть, когда наши близкие радуются. Но важно помнить, если наша жизнь крутится только вокруг того, чтобы осчастливить родителей, это уже не наша жизнь. Наши родители – это отдельные люди, которые имеют свои эмоции, свои привычки и свои суждения. И да, я бы очень хотела, чтобы мое поведение, либо моя забота о маме и папе вызывала радость у них. Но это не обязательно будет так. Крайне сложно осчастливить другого человека. Во-первых, потому что это другой человек, и счастье – это внутреннее состояние отдельного человека. А во-вторых, всегда есть риск, что вы сделаете что-то не так, недостаточно или не так, как хотели бы ваши родители. Это не означает, что нужно вовсе игнорировать мнение моих родителей. Нет, но это означает, что есть моя жизнь с моими ценностями, стремлениями и задачами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!